Здравствуйте, дорогие шестиклассники! Завтра наша страна отмечает великий праздник – День Победы. 75 лет прошло с тех пор, как Советский Союз с союзниками одержали победу над фашистской Германией. Я от всего сердца желаю вам и себе, чтобы мы жили только в мирное время, и чтобы все конфликты решались путем договоров. Ну а мы с вами продолжаем изучать информатику, и тем, кто забыл, так как мы уже давно не встречались, напоминаю, что мы с вами изучаем, начали изучать язык программирования Scratch. Поэтому поставьте меня на паузу, перейдите по ссылочке и авторизуйтесь в среде программирования Scratch. В преддверии такой знаменательной даты я хочу, чтобы мы сегодня с вами создали что-нибудь посвященное Дню Победы. Давайте начнем работу с того, что поменяем фон. Здесь много всяких задних планов. Я из всего предложенного остановилась на фоне, который называется Stars, звезды. Спрайт котик нам не нужен, поэтому я его удаляю. Вместо этого мы создадим свой спрайт. Для этого нажимаем на кнопочку и нажимаем на карандашик, который обозначается словом «Нарисовать». Здесь мы сделаем надпись 9 мая. Ну, я так хочу. Вы можете сделать что-то свое. Я буду писать 9 мая. Выбираю инструмент «Надпись» и выбираю алый цвет. Пишу 9 мая. Хочу, чтобы мои буквы были максимально крупными, поэтому растягиваю за уголок. По моей задумке я хочу, чтобы буквы меняли свой цвет. Вспоминайте с прошлого урока, когда мы делали так, чтобы динозаврик двигался. Что мы делали? Мы меняли ему костюмы. И таким же образом мы сейчас поменяем с вами костюмы, в кавычках, для слова «Майя». Для этого создаем копию, правой клавишей дублировать, выделяю надпись, вот она у меня рамочкой обвелась, и вместо заливки красной выбираю оранжевый. Да, каждый охотник желает, желает. Следующий желтый цвет. Щелкаю правой клавишей дублировать, выделяю надпись, меняю заливку на желтый. Так, где дальше голубой? Щелкаю правой клавишей дублировать, выделяю надпись, выбираю голубой цвет. А, нет, знать. Зеленый сначала. Каждый охотник желает знать. Да, вот теперь голубой. Правой клавишей дублировать, выбираем голубой. И парочка у нас осталась. Так, а почему у меня не поменялось? А потому что я не выделила надпись. Щелкаю по надписи, делаю ее активной, и меняю цвет на голубой. Так, создаю дубликат. Эта надпись у меня будет синего цвета. Так, делаю активной, и выбираю синий цвет. Пусть насыщенный синий будет. И последнее, создаю дубликат, выделяю надпись, и выбираю фиолетовый. Так, настоящий фиолетовый, но где-то такой, да? Так, хорошо. Переходим на первый костюм, на красный. Возвращаемся в режим код. С чего мы начинали в прошлый раз, кто-то помнит. Кто не помнит, напоминаю, нам нужно, чтобы надпись меняла цвет, нажатием вот на этот флажок. Это у нас в режиме управления. Выбираем вкладку, нет, не управление. Выбираем вкладку события. Выбираем события, когда флажок нажат. Во внешнем виде выберу кнопочку спрятаться сначала. Что произойдет? Надпись исчезнет, да? А потом, когда я захочу, а когда я захочу, через одну секунду, нажимаю управление, выбираю ждать одну секунду, и через одну секунду надпись появится. Заходим во внешний вид, выбираем показаться. Так, ну, промежуточный результат у нас вот такой. Я нажала на флажок, надпись у меня сначала спряталась, потом показалась. Так, далее что у нас происходит? Далее у нас происходит смена костюмов. Так, где у нас изменяются костюмы? Костюмы у нас находятся во вкладке «Внешний вид». Выбираем «Изменить костюм» и по очереди, да? Изменяем «Изменить костюм» на второй. Далее, чтобы это все было осезаемо, то есть, чтобы мы проследили за изменением костюмов, что мы делаем? Мы делаем задержку в одну секунду. Заходим в управление, выбираем «Ждать одну секунду». Опять переходим во внешний вид, выбираем «Изменить костюм» и теперь выбираем костюм номер 3. Да? Да. И таким образом продолжаем дальше. Снова выбираем «Управление», «Ждать одну секунду». Снова выбираем «Изменить костюм» на 4. И так далее. Я делаю, вы делаете. «Ждать одну секунду», «Внешний вид» и «Изменить на костюм 5». «Управление», «Ждать одну секунду», «Внешний вид», «Изменить костюм» на костюм 6. «Управление», «Ждать одну секунду», «Внешний вид», «Изменить на костюм 7. И последнее. Необходимо вернуться к изначальному красному костюму. Выбираем «Управление», «Ждать одну секунду», «Внешний вид», «Изменить костюм» на 1. Ну что ж, давайте посмотрим, что будет происходить. Нажимаем на «Вперед». Вот. Так, а теперь давайте вспомним еще, какую функцию мы использовали в прошлый раз, какую конструкцию мы использовали в прошлый раз, чтобы динозаврик двигался в разные стороны по несколько раз. Мы использовали цикл. Давайте и здесь добавим цикл. Где он у нас находится? В «Управление». И команда «Повторить» сколько-то раз. Да? Я нажимаю «Повторить». Да, в принципе, можно повторять всегда. Да? Пока нажат флажок, пусть будет «Повторить всегда». Так, что будем повторять? Вот эти моменты, наверное, да? Там, где мы покажемся. А смену костюмов мы будем повторять. Да? Думаю, да. Давайте посмотрим. Так, все хорошо, только почему-то у меня красный костюм не показывается. А почему? А потому что я не добавила после сменить костюм ждать одну секунду. Да? Да. Поэтому добавляю управление «Ждать одну секунду». Вот сюда. И смотрим еще раз, что получится. Нажимаем на флажок. Вот. Теперь уже очень даже хорошо. Что осталось делать? Осталось только «Сохранить». Да? Нажимаем на кнопочку «Посмотреть страницу проекта». А вот здесь, вместо вот этой английской надписи, вам необходимо написать свою фамилию. И вот этот вот адрес, который необходимо отправить мне на электронную почту. Правой «Копировать», переходим в электронную почту, правой клавишей «Вставить». Итак, вот таким у нас получился сегодня с вами урок. Те, кто работал вместе со мной в Scratch, я жду от вас ссылочки на ваши проекты, обязательно с вашей фамилией, чтобы я знала, что это ваш проект. А то некоторые товарищи начали хитрить. Так. Ну, а у кого по каким-то причинам не получается заходить в Scratch, для вас, как обычно, задание для отработки. Давайте не откладывать на завтра, сделайте все прямо сейчас. Ну, еще, а я еще раз поздравляю вас с завтрашним праздником. И еще раз желаю, чтобы мы с вами жили под мирным небом. Всем здоровья, всем добра и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok